город ладивосток построили мостов новых домов набережных но грубо говоря город остался таким же каков он был и сто лет назад также и с нашим автомобилем который сегодня у нас на обзоре время идет а он глобально не меняется встречайте toyota steam а третьего поколения 3 рестайлинг toyota steam а в третьем поколении появилась аж в далеком 2006 году и toyota похоже считать что они создали идеальную машину и считают вообще очень удачным третье поколение раз они не выпустили новое поколение а просто сделали глубокий рестайлинг и в этом видео мы пройдемся по новинкам в третьем рестайлинге и сделаем вывод все-таки стоит ли переплачивать за третий рестайлинг либо можно купить второй рестайлинг и не тратить вот такую кучку денег за этим общество разберемся давайте начнем с внешности это наверное самое главное обновление кузов остался таким же они поменяли переднюю часть они сделали еще и и более агрессивно хотя на и было агрессивно они еще и сделали злее сделали благодаря фарам благодаря ходовым огням вот этим вот которые в бампере у нас у нас новая решетка радиатора в общем обновили мордашку получилось мне нравится мне вообще нравится агрессивные дизайны поэтому я фанат лексусов с этими угловатыми решетками радиатора иксами фарами тоже злыми задняя часть глобально в плане кузова тоже не поменялась только обновили фонари и я вот обратил внимание вот на вот эту пластмассовую прослойку между фонарями и я здесь увидел они таки да ладно а давайте в харьере двадцатого года мы здесь продолжим стоп-линию и получится новый харьер так она и случилось вывод по внешности глобально кузов все тот же самый платформа вся то же самое обновили морду обновили стопы в принципе ничего глобального не поменялось но машина стала более агрессивна и кому нравится агрессия в его автомобиле в его внешности то тем очень зайдет пошли дальше пошли еще искать изменения так изменения в технической части у нас как вы помните и возможно не помните а просто знали любители и steam что у нас из тима это 2z либо просто фея бензиновый либо с гибридной установкой как в нашем случае и были топовые 2 g r 35 на 208 лошадей на автомате который все любят на 6 ступом еще вот смотрите в третьем поколении в третьем рестайлинге 3 5 мотор нас покинул все версии на 280 лошадей на 6 ступом автомате больше 2016 года не было у нас остались две версии то есть на 2 az у нас гибрид 150 лошадей 190 крутящего момента у бензинового мотора и 270 у гибридной установки у которой мощность 105 киловатт все то же самое вообще что идет и во всем третьем поколении никель металл гидридная батарея сейчас мы и покажем где находится в салоне кстати расположение не поменялось и обычная бензиновая версия на 170 лошадей это 2 azf и в паре с вариатором гибридная версия идет всегда на полном приводе полный привод нас реализован заднюю ось крутит электро редуктор вот так он назову планетарная трансмиссия надежнейшая штука все то же самое в принципе все то есть самая глобальная то есть техничка не поменялась вообще они изменили кстати говоря ходовую часть не поставили новые пружины и говорят вы получите совершенно другие ощущения но более лучше более комфортные при управляемости этим автомобилем клиренс у нас 160 сантиметров я считаю для минивэна почти топового тойота это хороший клиренс это не какие-то там 13 сантиметров и стима в общем техничка не поменялось поэтому если вы что-то хотели здесь 2 и 5 мотор 2 r какой-нибудь увы и ах остался 2 за ребята вы видите этот салон вау просто я когда его увидел я прям вау вот так вот первый раз своей жизни я увидел подобное решение в с классе по моему это был 221 кузов у них были белые сидушки а все остальное черное вообще круто смотрелся я подумал блин почему японцы это не делают и вот вы стиме я увидел подобное решение очень круто смотрится у у нас смотрите салон в третьем поколении в третьем рестайлинге может быть тряпочный кожаный эко кожа как в нашем случае и что-то наподобие напы производитель как-то вот его описывает вот так вот так и не поймешь но это не кожа напа я сомневаюсь что потому что это было бы очень дорого и не по-японски потому что эти ребята как бы не делают полный люкс они всегда балансируют чтобы и цену не завысить завода и но в общем не баловать пользователя какими-то топовыми какими-то элитными материалами отделки по салон что поменялось но безусловно цвета до цветовые решения а но хочу выделить это то что у нас панелька торпеды стало помягче они добавили полированного нет как то лакированного пластика вписали сюда магнитолу очень удачно тоже поигрались текстурным пластиком вот он везде разные знаете вот здесь вот под кожу вот здесь вот он какой-то под какой-то толь карбон вот здесь вот тоже он другой в общем молодцы ребята разбавили визуал внутри салона прям сидишь как но вообще круто приборка новая тоже в деталях она поменялась добавили компьютер который все-таки интересно вам отрисовывает там что происходит с автомобилем но глобально все тоже сам аналоговый спидометр обороты все то же самое батарейка у нас находится вот здесь никель металл гидрид печка селектор руль немножко поменял стал более современным вот так в общем все то же самое так чуть не забыл я всегда сейчас смотрю на потолок после того как я в лексусе сделал алькантару я сейчас сразу уже обращаю внимание на потолок и я вижу он черный он не из алькантара он но тот же самый материал который делает toyota но он черный и как воспринимается машина сразу вообще вау второй ряд опять же просто поменялась отделка печка 2 все то же самое немножко там эти кнопки это не суть важно все то же самое так смотрите я учета вот с этим рядом все так не срастил как разобраться вот поднять седули если они не с кнопки поднимаются а руками поэтому я понимаю вот так так оп оп мне это нравится вот в полу спрятанные кстати говоря honda да вот их тоже так реализованы вообще все круто об и вот сюда вот мы закрываем много мест остается третий ряд вообще очень такой настоящий третий ряд а не как допустим в toyota wish у нас вроде бы комплектация с кнопкой у нас все двери закрывается там в общем по салону у нас много фишечек много плюшек но третий ряд у нас опять же у вот этих минивэнов у и steam у них комплектации вот просто вот столько и опять же вот у тебя нету кнопочек поднятия третьего ряда все это уже другая комплектация все то же самое будет но есть кнопочки понятия 3 ряда это уже опять другая комплектация вот в общем они там играются как хотят вот в общем то же самое третий ряд не какой-то ущербен также идет на у такой белой там черные элементы блин как стиле сделано вообще все черное подстаканечки форточки все есть у 3 пассажира свои лампочки только печки нет вот нажимаем кнопочку закрывается в общем по салону второй третий ряд все тоже сам никаких изменений друзья давайте протестируем эстиму на ходу так по ощущениям как работает мотор все то же самое а z журчит там наверное они не поправили историю с тем то что когда вот машина в заведенном состоянии она зарядила батарея работа бензинного двигателя не требуется он его глушит автомобиль а потом заводится когда нужно подбить батарейку либо но ты едешь и машина понимает что ага заводим бензиновый двигатель но он заводился очень громко z кстати ребят вот кайф тот про который игры у нас . весит 2 тонн я еду только на батарейке и все вот если пробочка какая-то у меня бензиновый мотор не напрягая меня вот сейчас вообще я просто сижу в бензиновой машине меня напрягает то что постоянно заведем мотор здесь этого нету ребят я тут тыкал на всякие кнопочки и мне компьютер показывает но это тойотовская фишка то что он тебе ставит места за лучшие твои поездки лучшие в плане экономии и вот здесь нам показывают то что в японии эта машина 6 6 месяц по 30 июня 2019 года у нее был расход 44.7 километра на литре перевести на русское понимание это грубо говоря сколько литров у тебя на сотню 2.23 литра и он с таким расходом проехал 11 километров то есть это не то что он доехал с одной парковки части ее в другую нет он проехал прям грубо говоря 12 километров двухтонный тяжелый минивэн я в шоке подвеска комфортно у тебя тяжелая тачка у тебя массивная подвеска я уже второй день езжу на пробоксе поэтому там вот такая подвеска там ну ладно толщиной с указательный палец вот там вот эти вот выбоины они для меня просто как ножом по сердцу друзья важная информация которую я почти забыл сказать в октябре 2019 года производство и steam остановилась и наверно эта машина к нам больше не вернется так что любители и steam если вы желаете приобрести себе этот автомобиль самое время их больше новых не будет друзья цены за эти чудо минивэн смотрите давайте начну с дорестайлинга второго поколения 2014 года они возят там на юрлицо они сейчас на данный момент там сейчас весна 2021 года они стоят где-то миллион 330 опять же если вы смотрите в какое-то уже будущее время конец двадцать первого года либо через год после съемки этого видео цен конечно же будут другие вот такие экземпляры самый старт за гибридную версию миллион девятьсот пятьдесят то есть более чем на полмиллиона дороже стоит третье поколение 3 рестайлинг изменений вот в мелочах очень много изменена внешность кузов тот же самый техничка та же самая салон конечно в таких версиях вообще просто вау прям вот я каждый раз сажусь вау 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 это не просто черный это не белый салон а это комбинированный еще и кожаный конкретно этот экземпляр у него 85 тысяч пробег он вышел два 250 но просто маленький пробег это маленький пробег для данного автомобиля потому что гибридные версии на аукционах встречаются по полмиллиона они бегают и кто-то скажет что два за полмиллиона бегать ребята не забывайте то что гибридная установка она берет на себя часть нагрузки у нее все-таки 270 крутящего момента наберет на себя часть нагрузки она помогает азету он не дохнет на каких-то там 200 тысячах если ты фанатик этой тачки бери если ты фанатик альфарда бери если ты фанатик калибра voxie но их esquire покупает их у каждого разные цели у каждого разный бюджет каждого разные хочу поэтому единого рецепта от всех болезней нет ребята в общем и стима мне понравилось напишите ваши комментарии эта машина еще и во втором в первом поколении очень популярна в россии бегать по всей стране думаю знакома каждому поэтому напишите внизу комментарии вообще встречались ли вы в своей жизни с ней ваша семья ваши знакомые ездили имели опыт эмины люсиды все туда же буду ждать вас внизу пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля